Всем привет, с вами Тандер и сегодня у нас Тайп 81. Небольшая рекламная интеграция от самого лучшего телеграм-канала по Вартандер. Вартандер-блог, место где вы сможете найти разные мемы, информацию по обновлениям, даже которых еще нет, а также розыгрыши. Ссылка телеграм-канала блога будет в описании. Вот вы кстати можете увидеть мой геймплей на данной ЗРК. Очень увлекательно. Топовая ЗРК Японии на данный момент является одной из самых результативных в игре. Это факт, написанный разработчиком. Давайте рассмотрим подробнее данную технику. По подвижности все прекрасно. Колесная, быстрая машина. Брони конечно нет в принципе. Перейдем сразу к главному вооружению. В игре есть два типа ЗРК, грубо говоря, пока что, по крайней мере. Наводятся вами лично и корректируются тоже. Кстати, панцирь и тор сломаны в край и еле работают, но я уже устал об этом говорить и не об этом ролик. Второй тип это ЗРК с ИК ГСН. Возможно в будущем АР ГСН и даже Парл, но не будем загадывать. В данный момент это только ИК ГСН с возможностью на некоторых переключаться на режим фотоконтраста, о котором я очень подробно говорил в своем ролике. Очень советую посмотреть. Тайп 81 относится к ЗРК второго типа. У нас есть 4 ракеты на пусковых установках и 4 в запасе. Ракета Тайп 81 это самый страшный зверь, который вы можете встретить в игре против наземной техники, по крайней мере сейчас. Огромная скорость и колоссальная перегрузка не дает никому шансу вернуться или уйти от ракеты в подавляющем большинстве случаев. Для того, чтобы уничтожить воздушную цель, вам нужно просто захватить ее и сделать пуск. Если дистанция до 5-6 километров и цель не улетает от вас на скоростях близких к сверхзвуку, ее шансы на выживание равны нулю. Всегда. Везде. Дальность захвата такой цели как Су-22 или Ф-16 при форсаже и удачный визуальный проект соотносительно вас равняется примерно 7-8 километрам. В теории К-захват можно сбить ЛТЦ, но не знаю, что для этого нужно сделать и как так извернуться. Помимо стандартного режима, есть и фотоконтраст. Вы можете переключаться между двумя этими режимами ГСН внизу. Фотоконтраст позволяет захватывать цель, опираясь именно на ее визуальное отображение, и поэтому с помощью него можно захватить вертолет, например, с 6 километров, или самолет в некоторых случаях дальше, чем ИК-захват. Фотоконтраст также не восприимчив к любым типам помех. Огромный минус – сильное влияние погоды, облаков, времени суток. И, что самое главное, нельзя допускать того, что на пути обзора ГСН к цели, за ней, за целью, была земля. В этом случае ГСН становится неэффективна. Опять же, очень подробно я все рассказал в ролике про фотоконтраст. Тайп 81 – самое опасное ЗРК в данный момент, потому что с помощью особенностей наведения ИК-ГСН ракеты у самолета или вертолета врага не получится уйти за рельефт. Для этого после захвата вам нужно не просто пускать ракету в цель прямо, а заранее давать упреждение или корректировать траекторию. Так, например, если самолет вот-вот уйдет за гору или лес, а вы его захватили, вам нужно прицелиться немного выше и сделать пуск. Ракета окажется выше чего-либо и поразит цель. С фотоконтрастом наоборот, стреляйте по заниженным траекториям, чтобы за целью не оказалось земли. По сути, данная ЗРК перекрывает все в радиусе до 8 километров, хотя на дистанциях до километра или до полутора – огромные проблемы. Ракета не успевает набрать как скорость, так и динамику. Конечно, на большой скорости и дистанции с учетом высоты от ракеты можно уйти. Вот только чтобы знать о пуске или в принципе о присутствии данного ЗРК, врагу нужно всегда смотреть на карту и искать глазами шлейф от ракеты. Его, кстати, видно очень хорошо. Огромный минус данного ЗРК – нет радара, и цели вам нужно будет искать глазами, и иногда это проблематично. Данная ЗРК идеальна в данный момент, и будет такой на абсолютно любом БЭРе, ведь суть не во врагах, суть в ракете. Какая разница, что будет против – F-16, Мираж, F-22 или Су-57? Если враг будет достаточно близко, и вы его найдете, считайте он уничтожен, так как уйти от данной ракеты крайне сложно в рамках игры. Я считаю, это прекрасная машина, и всем советую насладиться ею, ее эффективностью, хотя придется поломать глаза. Рассказываю вам лайфхак, скорее всего вы о нем знали, но все же, чтобы легко было находить цели, воспользуйтесь меню «Команд» команде. Нажмите «Т-6-1». Так вы дадите указание на воздух врага, если он присутствует. Игра автоматически покажет вам направление, ориентируйтесь сверху по компасу и примерную высоту. Даже если вы не видите, не слышите или не знаете о технике, раз в несколько минут вы можете нажимать это сочетание клавиш, и игра, если там будет враг, скорее всего покажет вам, словно рентгеном. Как говорится, все честно. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok